Друзья, вы на Ньюсейдере, я Александр Кушинарь. Сегодня 18 марта. Итак, после того, как вчерашняя пыль от вот этого вот громогласного события, исторических, я бы сказал, масштабов, о выдаче ордера Гагским трибуналом на арест Владимира Путина, мы можем сегодня говорить о последствиях для бучанского мясника и, как теперь его еще можно назвать, детократ. Я напомню, что, собственно говоря, Владимира Путина и так называемую уполномоченную по правам ребенка в России обвиняют именно в том, что они совершили преступление против самой беззащитной категории населения, против украинских детей, когда депортировали, ну а, по сути дела, похитили их. И какие же это конкретные последствия? Наверное, самым ярким событием в этом смысле стало заявление бывшего посла Соединенных Штатов Стивена Рэпа, который сказал следующее, что вот этот ордер на арест Гаги сделает Владимира Путина, я цитирую, изгоем и, что самое главное, теперь или Путин предстанет перед судом в Гаге, или же с России санкции не будут сняты никогда. И вот я цитирую его сейчас. Итак, если он поедет, то его могут арестовать. И, соответственно, Россия не сможет избавиться от санкций без выполнения ордеров, которые выдал Гагский трибунал. Из этого следует, что в данном случае мы уже имеем не вот ту историю, когда говорили, что, мол, вот Россия должна вывести войска из Украины, и только тогда с нее могут снять санкции. Могут, но на самом деле не обязательно сделают это. Теперь все куда более конкретно и куда более жестко для самого заказчика вот этого вот гигантского военного преступления в виде нападения России на Украину. Теперь самого вот этого вот главного гангстера Россия должна будет выдать, если она хочет, чтобы санкции были сняты. На самом деле в этом есть абсолютно реальная логика, потому что понятно, что Россия не собирается выводить свои войска из Украины, и ее войска оттуда уйдут, сейчас это совершенно ясно, только в одном случае. Если украинским войскам, а мы все в этом уверены и хотим на это надеяться, удастся изгнать российских захватчиков со своей территории. То есть Россия сделает вот этот вывод своих войск из Украины недобровольно, а этот вывод будет вынужденным. А следовательно, поскольку здесь нету добровольности, то и о снятии санкций не может быть и речи, потому что ведь понятно, что снимать с преступника обвинение только потому, что полицейские принадили его перестать совершать это преступление неразумно и юридически необоснованно. Вот точно так же и здесь. Снимать санкции с России и с российского руководства, потому что российские войска были выброшены из Украины, это неразумно и юридически необоснованно. С другой стороны, мы часто говорим, что на самом деле с России надо бы снять санкции только в одном случае. Это если она передаст под международный контроль свое ядерное оружие. Но многие считают, что это, по сути, невыполнимое требование. Но вот если мы говорим об обмене путинской тушки на снятие санкций, вот это уже чуть более реальная, можно сказать, история. Ну и, в конце концов, это хороший стимул для всего путинского окружения, чтобы выдать его и таким образом, в общем, прекратить существование этого омерзительного режима, который сложился в России. И эксперты вчера вот так говорили, в том числе и у нас на канале, я имею в виду Ларису Волошину, что на самом деле вот этого вот, как она сказала, старичка можно было бы обменять на, собственно, возвращение России, ну вот, по крайней мере, не то, что в цивилизованный мир, это вряд ли будет возможно в ближайшие десятилетия, но хотя бы вот в то место, что называется, которое представляет из себя коридор, вот это прихожая перед цивилизованным миром. Вот туда Россию могут теоретически вернуть в случае, если она добровольно выдаст и Путина, но надо полагать и всех остальных российских руководителей, которые, собственно, и стоят у истоков вот этого режима Путина и у истоков вот этой вот войны против Украины. А это, конечно, тот же Николай Патрушев, это тот же, например, Вячеслав Володин, это целый ряд на самом деле и высокопоставленных российских военных, это и целый ряд высокопоставленных так называемых министров России, возможно, высших силовиков, которые отвечают за внутреннюю так называемую безопасность России. В общем, там целый сон, я бы сказал, различных фигурантов, их можно просто вот вагонами упаковывать и тянуть, тянуть, тянуть вот в эту самую ГАГу, просто такие реально вот поездами целыми отправлять вот эти табуны с российскими военными преступниками. И вот когда все эти вот табуны будут отправлены в ГАГу, в соответствии с теми ордерами, которые будут выписываться международным уголовным судом, вот только тогда можно будет говорить о том, что Россия получит шанс на то, чтобы избавиться от тех санкций, которые уже сейчас, на второй год их действия, я имею в виду, конечно, масштабные санкции, введенные именно в связи с российским нападением на Украину, начинают показывать всю свою реальную мощь. Мы видим, что нету и намека на вот былую браваду со стороны российских фигурантов, от пропагандистов до российских чиновников, по поводу того, что санкции якобы не работают. Они работают и с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем работают все сильнее. Я уже много раз говорил о той бюджетной катастрофе, которая прямо сейчас разверзается для России. Достаточно сказать, что бюджетная дыра в России только вот за эти пару месяцев достигла 30 миллиардов долларов. Мы видим, что сейчас нефть дешевеет и дешевеет стремительно. Она стоит буквально 70 долларов за баррель. Российская ЮРО, у которой скидка в отношении к нефти Brent составляет от 30 до 40 долларов. Соответственно, стоит примерно 30, 35, 40 долларов за баррель. При себестоимости производства нефти в России 20 долларов. Это уже достаточно серьезный звоночек. А ведь нефть на самом деле только начала падать в цене. И о причинах ее падения, вот этого вот тренда на снижение цены Brent, мы с вами говорили в одном из наших недавних роликов. И все вот эти факторы, которые влияют на снижение цены Brent, а следовательно и на снижение цены ЮРОС. Они никуда не денутся, они только начинают раскручиваться. Ну и с другой стороны, правы все, кто говорят, что это только начало, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Баррель, характеризуя вот этот ордер на арест Путина. Все только начинается в том смысле, что Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка России, имени которой, похоже, никому на самом деле и знать не обязательно, пустой серый человек и обычный винтик системы, что они только первые, но далеко не последние в ряду тех, в отношении кого Международный уголовный суд в ГАГе выдаст вот эти самые ордеры на арест. Еще раз, будут целые толпы. И я уверяю, что следующими будут и директор Федеральной службы безопасности, и секретарь Совбеза России, и второй человек Совбеза России, я имею в виду, Дмитрий Медведев, который вчера в своем телеграмме разместил вот такой вот значок туалетной бумаги, сказав, мол, вот как нужно использовать вот этот вот документ ГАГского трибунал. Но ничего, у Дмитрия Медведева еще будет возможность подтереться и не качественной туалетной бумагой, а вот как раз чем-то более жестким, когда он, я надеюсь, окажется вот в этой самой тюремной камере. Впрочем, я его уверяю, что там ему будет намного более безопасно находиться, чем продолжать находиться в России. Потому что каждый день внутри самой России стены вокруг Владимира Путина, Николая Патрушева, Вячеслава Володина и какого-нибудь Дмитрия Медведева будут сжиматься, сжиматься, сжиматься. По мере того, как обвинения в отношении, в первую очередь, Владимира Путина будут становиться все более серьезными. Уже сейчас вот этим ордером на арест, как все совершенно правильно замечают, собственно, вокруг Путина формируется токсичная зона. Буквально каждый человек, который сейчас непосредственно, лично и близко общается с Владимиром Путиным, попадает в зону вот этой токсичности. Он заражается этой токсичностью словно радиацией. Радиацией, которая в данном случае, в общем, носит признаки того, что этот человек однажды тоже может быть обвинен, вероятно, Международным уголовным судом, вероятно, каким-то другим международным органам правосудия. И, между прочим, ведь нужно понимать одну очень важную вещь. Вот то, что сейчас происходит в Международном уголовном суде, это только малая часть того, что будет дальше происходить. Ведь будут создаваться отдельные трибуналы. Трибуналы, которые будут рассматривать различные военные преступления России. И главный здесь это будет трибунал, который еще только предстыд создать. И он будет, безусловно, создан уже в ближайшее время, вероятно, несколькими государствами Европы, который будет рассматривать как раз-таки непосредственно вооруженную агрессию России против Украины и искать соответствующих виновных. И тот факт, что известная и давно уже существующая, и имеющая очень крепкую репутацию, такая вот международная институция, как Международный уголовный суд в ГАГе, выдал ордер на арест Путина, это очень хороший фундамент для того, чтобы все остальные дальнейшие трибуналы, которые будут разворачиваться именно для осуществления правосудия по ситуации в Украине, что вот они все, соответственно, получат своего рода легитимацию, они получат все своего рода уверенность, они все получат, можно сказать так, карт-бланш на то, чтобы расширять и расширять и расширять вот этот список тех, кого можно будет судить, как самых настоящих военных преступников. Потому что одно дело, это когда вы не имеете никаких таких прецедентов, а другое дело, когда такой прецедент есть, и прецедент высшего уровня. Это прецедент сразу козырной карты, карта против Владимира Путина. Уже если ордер на арест Путина выдан, то выдать ордер на арест какого-нибудь Патрушева, какого-нибудь сенатора или депутата России, это расплюнуть, согласитесь. Не говоря уже про кучу мелких сошек, которые, в общем, все задействованы вот в этой грязной игре, даже в связи вот с той же депортацией детей, а на самом деле, конечно, десятки и десятки тысяч различных военных преступлений, совершенных различными людьми, у которых есть имена и фамилии, все это так или иначе фиксировалось, фиксируется и будет фиксироваться, и прямо сейчас продолжает фиксироваться, в том числе и с участием различных международных следователей. Вот это все то, что должны понимать в России, что вот те друзья Путина, те его соратники, те чиновники, те так называемые бизнесмены, которые сейчас пожимают Путину руку, если они хотят, чтобы все-таки у них был шанс на безопасную жизнь, безопасную, физически безопасную, то есть безопасную для их личных тел, то им, конечно, стоит подумать вообще, а стоит ли продолжать сжать эту руку Путину? А может быть стоит сдать все-таки Владимира Путина международному правосудию? И это, кстати говоря, и вопрос ведь к тем ФСОшникам, которые охраняют Путина. Нужен он вам, ФСОшник? Зачем? Ведь можно сдать Владимира Путина международному правосудию и на всю жизнь получить и финансовые, и персональные гарантии, и гарантии безопасности буквально до конца дней своих. Вы будете бед не знать. Вместо того, чтобы ходить под страхом, который должен испытывать любой на самом деле, кто находится рядом с Путиным, будь то ФСОшник, будь то какой-нибудь там охранник, или будь то член Совета Безопасности от Лаврова до Нарышкина, все они должны понимать, что им куда безопаснее будет сдать вот этого омерзительного старичка, ну и получить, соответственно, еще раз пожизненные финансовые гарантии, гарантии безопасности, чем продолжать ходить вот под этим домоковым мечом, который рано или поздно, если они не сдадут Путина, обрушиться на шеи и Лаврова, и Патрушева, и Нарышкина, и всей вот этой вот бандитской комарильи. Ну и, конечно, надо понимать и то, что вот этот случай с выдачей вот этого ордера на арест Путина со стороны ГАГского трибунала, это реально уникальный случай. За всю историю существования Международного уголовного суда всего было буквально 30 случаев, когда вот этот ордер выдавался. И, таким образом, Путин оказался в самой черной кампании в истории, в том числе в кампании с Милошевичем, который, как вы знаете, умер в камере ГАГского трибунала. А также, конечно, мы все вспоминаем Каддафи, который просто не дожил до попадания в камеру, потому что он был чуть ранее убит собственными соотечественниками. Убит в результате полного и тотального, что называется, сухого поражения, которое нанесли ему американские войска и их союзники в ходе стремительной операции против реливийского режима, который пал, несмотря на то, что его охраняла именно российская военная техника, в том числе российские ПВО. Российские ПВО не имели ни одного шанса на успех против, в том числе, новейших аппаратов НАТО под названием «Гроулеры», которые просто-напросто отключили, в буквальном смысле, все радары ПВО вот в этой стране. Против Каддафи, как вы знаете, тоже было возбуждено дело Международным уголовным судом. И тут возникает только один вопрос. А можно ли будет судить Путина все-таки, если он физически не прибудет в этот Международный уголовный суд? Общему правилу нет. Но вот тут вот за Нью-Йорк Таймс пишет вот такой вот интересный момент. Дело в том, что есть такой угандистский боевик Джозеф Кони, который основал так называемую армию сопротивления Господа. На данный момент он не находится под стражей, и он скрывается от Международного уголовного суда. Так вот, он обвиняется в чудовищных преступлениях, в убийствах, в жестоком обращении, в порабощении, в изнасиловании и в нападениях на гражданское население. Так вот, прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о том, чтобы рассмотреть дело Кони в его отсутствии. Ну и вот тут вот возникает вопрос, а если дело Кони станет прецедентом, то возможно и в отношении Владимира Путина, без его участия, можно будет провести вот это самое судебное заседание, точнее говоря, целый ряд судебных заседаний, по итогам которых можно было бы, безусловно, очень легко вынести обвинительный приговор. Потому что, собственно говоря, все вот эти вот злодеяния Путина уже практически доказаны. Просто потому, что Владимир Путин сам вместе с уполномоченным по правам ребенка России открыто признавался, буквально под телекамерой, в похищении, ну а точнее вот в депортации детей из Украины в Россию. Они это открыто обсуждали. То есть они настолько потеряли связь с реальностью, что они совершенно свободно рассуждали о том, что и вообще является преступлением по Международному уголовному кодексу, который называется Римский статут, на основании которого действует вот этот самый Международный уголовный суд ГАГЕ. Если бы Путин, если бы уполномоченный по правам ребенка, если бы все, кто вообще как-то с ними работал бы, если бы они хотя бы немножечко сохраняли вот эту связь с реальностью, они бы молчали о том, что они делают. Они бы молчали о том, какую личную причастность они имеют, в частности, к тому, что происходит депортация детей из Украины в Россию. Но они настолько уверились в своей безнаказанности, они настолько уверились в своей неподсудности, каким бы то ни было законом, что они могут открыто говорить о том, что да, мы убиваем, мы насилуем, мы грабим, мы депортируем людей, мы занимаемся торговлей детьми. Собственно говоря, доказательство, самое главное против Владимира Путина было явлено самим Владимиром Путином, который из-за бесконечной безнаказанности решил, что он может вообще творить все, что угодно и делать это на камеру. Когда-то сказано было, что Владимир Путин может прилюдно ребенка съесть, и ему ничего за это не будет, а наоборот, его все начнут оправдывать и объяснять, почему это было полезно сделать. Так вот, в буквальном смысле, ровно это и произошло. Ну и теперь, как мы понимаем, для Владимира Путина все кончено, потому что дело очень серьезное, и это дело вдохновлено в том числе и ведущими лицами самого Гагского этого трибунала. Генпропорор Гаги, например, сказал у Бориса Путина, что вот те, кто полагает, будто арестовать его нереально, они просто не знают истории. Я думаю, что те, кто считает, что это невозможно, не понимают историю, потому что главные нацистские военные преступники, а это и Милошевич, говорит он, это и Караджич, это и Младич, это и Тейлор, это и Камбанда, это и Хабре и другие-другие, вот все они, все они, сказал он, в конечном итоге, оказались в залах суда, где их поведение рассматривалось независимыми судьями. Это дает повод надеяться, что закон, как бы трудно ни было, может все-таки иметь наивысшую силу. Ну а президент Международного уголовного правосудия сказал, что ордер на арест Путина – это важный сигнал вообще всему миру. Мы верим в сдерживающий эффект ордеров на арест, выданный в ходе нашего разбирательства, сказал он, и считаем, что это очень важный сигнал для всего мира о том, что мы делаем в свою работу, что жертвы не оставлены без внимания, о них не забыли, и мы просто делаем то, что от нас ожидают, заявил глава Международного уголовного суда. Напомнив, я цитирую его, что есть 123 государства, то есть 2 трети государств мира, в которых он, то есть Владимир Путин, не будет в безопасности. Ну а Джо Байден просто сказал, что Путин явно совершил военные преступления. И я думаю, сказал Байден по поводу вот этого вот ордера на арест Путина, цитата, что это оправдано. Цитирую, опять же, Путин явно совершил военные преступления. Ни один современный диктатор, даже самый людоедский, какой-нибудь Айателла Хамени или тот же лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не удостоились вот такого вот ордера на арест, который был выписан именно Путин. Для Путина это двойной позор. Не просто военный преступник, а преступник, который совершил преступление против, еще раз, самых слабых и беззащитных, против детей. Детей! Это ж насколько низко пасть надо, чтобы совершить такое преступление и продолжать при этом вести себя так, как будто бы он имеет право вообще на то, чтобы ходить по этой земле. И, безусловно, для Владимира Путина существует только две альтернативы. Или оставаться в камере четырех стен своего бункера, или же идти в камеру ГАГского трибунала. Ну что ж, друзья, мы продолжим следить за этой историей. И я уверен, что сейчас, в том числе и в российских кругах, очень сильно напряглись. И, на самом деле, об этом свидетельствует хотя бы косвенно уже тот факт, что накануне не было ни одной телепередачи в российских телеэфирах, где обсуждался бы вот этот вот ордер на арест Путина. В украинской военной разведке объясняют этот момент следующим образом. Я сейчас цитирую представителя главного управления разведки имени Барона Украины Андрея Юсова. Российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, где обсуждали именно ГАГу, потому что сам факт обсуждения этой новости даже для зомбированного населения России был бы странным и слишком тревожным звонком. Потому что рассказывать, что спецоперация идет по плану, а затем получить розыск и предписание к аресту от Международного уголовного суда, это даже Соловьеву и Скобеевой будет трудно вот эти вещи соединить между собой. В башнях Кремля все больше недовольствия от происходящего, все более мрачное сознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске премника Путину и ищет его уже не путь. Друзья, я напоминаю, что мы на днях завершили большой сбор для грузинского легиона, а точнее для конкретного спецподразделения. С 15 февраля по 16 марта мы собрали более 35 тысяч евро. На них мы накупили 2 мини-электростанции, 12 приборов ночного видения и 12 нашлемных креплений к ним. Мини-электростанции уже у грузинского подразделения и исправно служат ему. Ну а ночники и крепления сейчас идут из Соединенных Штатов и прибудут в течение нескольких недель, поскольку ночники нужно изготовить на заводе в штате Аризона. Как только они придут из Литвы, мы отправим их к грузинскому спецподразделению. Всем спасибо, кто помог, потому что ваша помощь буквально спасает жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, вы можете сделать это через ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. PayPal, Patreon, банковский счет и европейская банковская карта. Мира и здоровья вам! До скорого!